я всех приветствую меня зовут евгений я являюсь командором ордена башни и сегодня для вас прочитаю небольшой вебинар на тему выхода из тела работы на тонких планах и на этом вебинаре мы с вами обсудим эту тему рассмотрим некоторые теоретические вопросы практически связанные с работой на тонких планах и выходами из тела как первым этапом этой работы для начала давайте рассмотрим схему того мира в котором мы живем и то физическое пространство в котором мы находимся которое мы привыкли называть миром оно будет соответствовать определенному месту в схеме дерева Сефирот и это место называется Сефира Малькут это Сефира которая обозначает наш физический мир нашу физическую реальность в которой мы с вами находимся и эта физическая реальность представляет собой вот эту Сефиру Малькут но реальность намного сложнее того что мы видим и помимо этого пространства Малькут существуют также еще другие миры тонкие планы которые также находятся здесь же на нашей планете на земле входят также в структуру нашей планеты нашего планетарного сознания для начала давайте рассмотрим первые касты и их взаимодействия с окружающим миром здесь на вот этом уровне Сефира Малькут здесь этому диапазону нас соответствует Муадхара Чакра и здесь в этом диапазоне находятся люди относящиеся к первой касте работники к первой касте относятся люди у которых точка сборки восприятия находится в самом низкочастотном диапазоне Муадхара Чакра это те люди которые еще формируют прошивают свою физическую оболочку прошивают свою Муадхара Чакру структурами и энергиями Муадхара Чакра которая у нас соответствует физическому миру физическому плану эти люди которые здесь находятся они не воспринимают никакую другую реальность и они не взаимодействуют с тонким миром с тонким планом здесь люди заняты простым и понятным делом они накапливают энергии физического мира физического плана и прошивают свое самое низкочастотное тело образуемое Муадхара Чакрой дальше когда вот это тело Муадхара немножко уже прошито эти люди начинают приподниматься немного над Сефиром Малькут над Муадхарой Чакрой и здесь они начинают взаимодействовать с тонким планом но эти взаимодействия они носят очень ограниченный локальный характер поскольку ментальное тело это очень достаточно высокочастотное здесь вот это пространство с которым мы имеем дело оно достаточно низкочастотное и очень небольшое зацепление происходит и отсюда мало какого-то воздействия на себе эти люди ощущают здесь к вот этой низкочастотной зоне низкочастотной зоне в дереве Сефирот относятся первые две касты это у нас будет Муадхара Чакра и Сватхистана Чакра эти у нас будут Му Мучат говорить еще не умеют потому что разговаривать учатся на Сватхистане навык коммуникации значит люди Муадхара Сватхистана Чакры которые формируют, прошивают свои тела свои энергетические оболочки в этом диапазоне они будут находиться в низкочастотной зоне дерева Сефирот а здесь когда уже Муадхара прошита люди уже эти будут взаимодействовать как-то с тонким планом но эти взаимодействия они будут очень медленные они будут очень незначительные нужно отметить, нужно сказать что сама эволюция, само развитие человека из касты в касты она происходит вследствие взаимодействия именно с тонкими планами на которые, взаимодействия с которыми человек может получать энергию а энергия это материя, объекты в тонких планах взаимодействия с которыми человек может эволюционировать и развиваться может идти рост его точки сборки прошивки кокона то есть, скажем, взаимодействия с какими-то физическими объектами человек не нарабатывает энергии какой-то структуры да, вот наработка энергии структуры, рост, эволюция идет путем во взаимодействие с окружающим миром тем миром, который нас окружает и этот мир, он простирается за пределы только физического мира Сефира Малькут мы говорим о взаимодействии с тонким планом с тонким миром вот здесь, вот в этой низкочастотной зоне в которой находятся первые две касты эти взаимодействия, они будут очень низкочастотные они будут очень медленными здесь зацепление за тонкие планы оно будет очень незначительным и воздействие вот этих тонких планов будет в основном таким тормозящим замедляющим как бы и отсюда вот эти люди первых двух каст они достаточно медленные такие заторможенные поскольку они взаимодействуют с окружающим миром в диапазоне, где существуют очень медленные какие-то процессы отсюда здесь эволюция происходит медленно очень поскольку эволюция происходит за счет взаимодействия с тонким планом а здесь это зацепление, оно маленькое и воздействие такое тормозящее да, то есть здесь эволюция развития человека происходит достаточно медленно значит дальше выше мы имеем дело с третьей кастой здесь на этом уровне картина, которую мы видим меняется совершенно поскольку здесь на уровне манипуры мы имеем дело с совсем другим миром мы начинаем здесь иметь дело с сефирой есот а сефира есот это точно такое же пространство как вот наш физический мир в котором наши физические тела находятся то есть это мир это реальность отдельная эта реальность она тонкая она более высокочастотная чем наш физический мир эта реальность она обитаемая и эту реальность называют еще миром призраков и здесь обитают объекты которых мы называем призраками и третья каста когда человек поднимается там со Сватхистана на Манипуру он входит во взаимодействие вот с этой сефирой есот с этим пространством есот и начинает здесь с тонким планом взаимодействовать уже достаточно плотно и вот как эти взаимодействия выглядят мы здесь имеем дело с Манипура чакрой и этот частотный диапазон он у нас как раз соответствует вот здесь пространству есот то есть это будет диапазон здесь выше у нас идет 17 аркан вот от 17 аркана и вот где-то досюда то есть в этом диапазоне Манипура чакра у нас будет полностью входить 18 аркан 20 и частично 21 и частично 19 и еще это будет верх 22 аркана верхушка верхний частотный диапазон здесь все эти энергии они будут присутствовать в диапазоне Манипура чакры но самое важное здесь для нас это наличие сефиры есот когда человек поднимается до частот сефиры есот он вполне реально попадает в другое некое пространство то есть его сознание начинает цеплять эти энергии а что такое как бы наше сознание взаимодействие с миром то место где находится наша точка сборки там находится 70% наших энергий а если в предыдущем случае на Муладхаре здесь как бы 70% находилось в этом диапазоне где сефиром Алькут на Сватхистане 70% энергии находится здесь а энергия это взаимодействие то есть 70% взаимодействие находится в частотной полосе Сватхистана чакры где происходят достаточно медленные процессы то есть здесь когда мы подходим к Манипуре наконец-то от Сватхистана оторвались здесь 70% энергии начинает находиться здесь в частотной полосе Манипура чакры а в этой полосе у нас находится сефиры есот целое новое пространство это мир призраков мир духов и воины начинают по уши с этим миром взаимодействовать я вам говорил что само развитие эволюция из касты в касты накопление опыта структур происходит путем взаимодействия с тонким планом и здесь у нас появляется новый объект взаимодействия целая сефира один большой мир сефира есот и вот это вот посвящение воины оно происходит и через взаимодействие с призраками то есть буквально говоря чтобы воин стал воином чтобы зафиксироваться на третьем уровне в третьей касте а зафиксироваться в этой касте означает начать взаимодействовать с миром есот нужно как бы создать призрака а у воинов это легко то есть с созданием призрака как бы какое-то взаимодействие и либо вы стали чьим-то призраком себя но связанным с каким-то человеком либо вы сделали призраком кого-то и дальше образуется связь то есть скажем если вы сделали кого-то призраком допустим в касте воинов то тогда у вас с этим призраком образуется связь этот призрак фиксирован в сефире есот и вы начинаете с этим призраком находящимся в есот взаимодействовать он вам начинает по ночам приходить призрак отца Гамлета вот и как бы читать как бы to be or not to be здесь начинает происходить взаимодействие с какими-то призраками существующими каста воинов их чувствует более того определенные как бы диапазоны да этой касты воинов этих призраков постоянно сами же еще и создают то есть вот можно посмотреть на картинку да процесс создания будущего призрака мы не идея сделала как бы с кастой с военными да которые этим занимаются профессионально здесь речь идет о вступлении во взаимодействии с настройкой с этой сефирой есот взаимодействия с которой воин получает опыт и двигается в эволюции эта сефира есот она является уже достаточно высокочастотной и это мир который мы называем астральным миром астральным пространством здесь уже достаточно более высокочастотные взаимодействия и сами воины они уже более абстрактные существа то есть если первые две касты они достаточно буквальные да конкретные прямолинейные то в касте воинов существуют уже какие-то более абстрактные понятия они руководствуются какими-то такими понятиями как честь некими правилами доблесть да там и так далее здесь существуют некоторые уже более абстрактные принципы которые эти воины чувствуют и которыми они руководствуются и это следствие взаимодействия вот с этой сефирой есот более высокочастотной 70% энергии здесь у воинов находится в этом диапазоне и взаимодействия с этой сефирой есот они быстрее набираются какой-то ментальности они набираются опыта взаимодействия нарабатывают энергию и в итоге идут дальше у воинов ну по крайней мере в средневековье например если посмотреть какие-то там фильмы или записи про крестоносцев у них были всякие ритуалы связанные с мертвыми с родственниками с родом да и интересно вот этот культ рода когда какой-то воин доставал какие-то статуэтки и общался как бы со своими предками как бы статуэтки связанные с предками да и обращался к ним за какой-то помощью за какими-то там советами да то есть здесь идет роль о общении с мертвыми как бы да общении с духами то есть вот эти взаимодействия они есть в касте воинов присутствуют да и есть определенные ритуалы с этим связанные и это связано вот с этой сефирой есот вот если мы посмотрим касту воинов да тут есть определенные ритуалы общения со своими умершими какими-то родственниками с родом своим взаимодействием да обращение к роду и взаимодействие с какими-то призраками а это все является частью сонастройки и влезания вот в эту сефиру есот с которой воины здесь взаимодействуют значит дальше вот это каста воинов они уже влазят на тонкий план они здесь присутствуют на чистоте манипура чакры и они чувствуют какие-то взаимодействия которые есть на этом плане да вот здесь характерная картинка мы видим да как бы тут какой-то военный и протестующий как бы между собой взаимодействуют то есть здесь идет такое сшибание плотное упругое взаимодействие и они здесь сшибаются своими манипурами чакрами вот манипура военного да сшибается с манипурой вот этого дядьки и как бы кто кого здесь вот это развитие да оно идет за счет таких взаимодействий неких конфликтов здесь вот это каста воинов они все время как бы друг друга прокачивают на устойчивость на то кто кого как бы круче кто кого быстрее сможет завалить там как бы сидя просто как бы в кафе общаясь как бы совершенно культурно они на фоне как бы подсознательно прокачивают своего собеседника противника на тот план смогу ли я его завалить да то есть здесь все время идет вот это мерение манипурами и все время как бы некое сшибание манипурами и здесь идут активные взаимодействия на том комплане да то есть вот здесь два человека они друг другу лицо пока еще не бьют да как бы никаких физических взаимодействий как бы не происходит один как бы пальцем куда-то показывает да как бы направление куда там уйти как бы пошел бы ты а тот его как бы чешет как бы подмышками да как бы массаж ему делает то есть ничего такого не происходит но на том комплане если мы посмотрим здесь идет достаточно жесткое сшибание взаимодействие да как бы некое определенное бодание и как бы толкание друг друга вот этими манипурами вот в этом процессе идет как бы эволюция идет развитие здесь эти люди они цепляются за вот эту сифиру юсот и получают некую упругость некую точку опоры и дальше идут и начинают со всеми как бы сшибаться в ходе вот этих сшибаний постоянных происходит накопление опыта происходит накопление каких-то структур в ходе которых и происходит эволюция здесь эта эволюция она идет уже быстрее да поскольку они как бы родился как бы сшибся помер опять родился быстрее идет этот цикл и здесь более высокочастотные взаимодействия происходит то есть если в случае с первыми двумя кастами мы говорили что вот этот тонкий план он воздействует на этих людей в тормозящем режиме то здесь здесь тонкий план достаточно сильно уже воздействует на этих людей поскольку здесь мы имеем дело с целым миром с вот этой сефирой и сот которой обитаем в этом мире есть объекты которые существуют на этом астральном плане в сефире и сот эти объекты они с вот этими воинами да с людьми могут взаимодействовать и сейчас мы об этом поговорим вот значит как эти взаимодействия происходят как они выглядят следствием вот этих вот сшибаний на тонком плане вот этих взаимодействий является повреждение тонких тел какие-то вмятины какие-то пробои нашего кокона благодаря чему с нашими энергиями могут дальше взаимодействовать вот эти вот обитатели тонких планов то есть в норме наш кокон он достаточно сильно защищен у нас имеется оболочки которые называются клепоты и мы сами находимся внутри физического тела и когда наши оболочки энергетические когда наш кокон абсолютно ровный гладкий когда мы находимся в ровном спокойном состоянии нас не прокусить до нас вот этих всяких болезнетворных объектов которые находятся на этом уровне сифири иисот не добраться но реальность такова что люди совершенно не умеют себя вести и часто являются достаточно скандальными и сволочными существами которым как бы как в той байке когда бог сказал спросил человека что ему нужно что ему дать но учти что соседу я дам вдвойне человек сразу сказал выколи мне глаз то есть натура людская не самая лучшая и вот эти шибания с тонким планом с друг с другом они постоянно происходят в социуме поскольку люди вести себя прилично умеют как бы очень мало кто в основном это четвертая каста которую называют интеллигенцией почему-то используют часто как ругательное слово все остальные ведут себя как бы в основном подскотски и являются больше такими скотинками в итоге следствием всех этих взаимодействий являются болезни которыми люди в обилии обладают и причиной здесь является вот что причиной здесь является повреждение которое люди вследствие вот этих негативных взаимодействий вот этих шибаний нарабатывают и дальше они становятся вкусной здоровой пищей для объектов тонкого плана которая здесь присутствует она на манипура чакре на этом уровне существует сефира есот это такой же план обитаемый как наш физический мир то есть в нашем физическом мире есть люди да всякие там коровы животные растительность которая здесь прыгает бегает летает и жужжит нам в сефире есот сефира есот является точно так же обитаемой как вот эти существа которые находятся в сефире малькут является частью планетарного сознания да выполняет какую-то функцию точно так же вот эти объекты тонкого плана которые находятся в сефире есот они являются как бы некой частью планетарного сознания и они там просто живут неким образом взаимодействуют и тут есть разные объекты и в основном этот план он достаточно агрессивный а первое что здесь есть это всякие призраки это те люди которые только умерли но еще не убрались в лимб как бы не ушли в мир как бы мертвых и пока еще пребывают на том компуан